Оперативное командование «Запад» показало, как украинский «Хаймарс» красиво подрихтовал поломанную российскую «Газель» с расчетом разведывательного беспилотника «Суперкам». Россияне посадили беспилотник после разведки, однако их «Газель» не заводилось, что можно определить по открытому капоту. Дирижируя руками, клоуны разговаривали по телефону, видимо запрашивая эвакуацию, и не ожидали, что вместо эвакуатора, к ним уже летит что-то очень большое и красивое. Одним легким движением «Хаймарс», российская «Газель» вместе с экипажем, превратилась в рубленные кусочки железа, а экипаж в гуляш. ВСУ совершенно бесплатно произвели рихтовку, во время которой над машинкой в один момент появился яркий желтый шарик, который порешал все проблемы российских боевиков. Теперь услуги эвакуатора им больше не нужны. Выражаем благодарность производителям автомобилей «ГАЗ» за помощь ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Благодаря ним удалось хлопнуть жирную цель, словно мухобойкой без особых усилий. Преимущество «Хаймарс» в том, что он может выпускать ракеты сразу по нескольким целям. К примеру, это нанесение ударов по позиции российского зенитно-ракетного комплекса «БУК». Системы «Хаймарс» каждый день выполняют много важной работы, ликвидируя большое количество боевой техники и российских военных. Главное, что за все время оккупантам так и не удалось поразить ни одной такой установки. Преимущество «Хаймарс» Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Симон, maintenant! Продолжение следует...